Всем привет! Это снова «Просто экономика» на YouTube-канале «Сложный процент» и я, Денис Хилаховский. Сегодня у нас опять две темы, и они довольно сильно связаны друг с другом. Давайте не откладывай в долгий ящик, сразу же начинать. Итак, о чем поговорим сперва? Поговорим о ближайшей пятнице, о заседании Центрального банка Российской Федерации, Совета директоров Центрального банка Российской Федерации по ключевой ставке. Уже третье заседание из восьми запланированных в 2023 году. Что они там решают? Что вообще такое ключевая ставка? Почему это важно? Вот давайте по порядку и разберемся. Ну, во-первых, что такое ключевая ставка? Вопрос довольно сложный, как показываются соцопросы. Например, вот для Центрального банка Инфом, ну то есть Фонд общественного мнения, ежемесячно проводят опрос по инфляционным ожиданиям, а каждый январь они еще добавляют для респондентов вопрос, целый блок вопросов о том, что они знают о деятельности Центрального банка, как они к нему относятся. И вот, например, отношение к Центральному банку мы видим, что 25% опрошенных вообще впервые слышат в России, что такое Центральный банк. Вообще такое слово Банк России, Центральный банк не знают. И если пойти дальше, спросить оставшиеся 75%, которые хотя бы что-то слышали о Центральном банке, и спросить, а чем он занимается, то ключевую ставку упоминают как минимум 5% опрошенных, может быть, знают чуть больше, но упоминают как минимум 5%. Предельно упрощая, ключевая ставка в любой экономике – это ориентир стоимости денег. И, соответственно, управляя величиной ключевой ставки, Центральный банк практически любой страны мира, разве что в КНДР я никогда не слышал о ключевой ставке, но даже на Кубе есть такой инструмент. В общем, Центральный банк любой страны, управляя ключевой ставкой, он влияет на предложение денег в экономике. И называться может ключевая ставка по-разному, где-то называется так же, как и в России ключевая, где-то базовая ставка, где-то ставка рефинансирования, где-то там денежная ставка, ставка денежного рынка, где-то там ставка по федеральным фондам. Но смысл плюс-минус остается один и тот же. Чем выше ключевая ставка в экономике, тем, скорее всего, будут выше ставки по кредитам в коммерческих банках уже для клиентов коммерческих банков, для физических и юридических лиц. И тем больше коммерческие банки будут склонны предлагать доходность по депозитам. И наоборот, когда ключевую ставку снижают, кредиты становятся чуть дешевле и депозиты становятся чуть менее доходными. Кроме того, из последствий, например, снижения или вообще низкой ключевой ставки, что можно отметить, из-за того, что кредиты становятся доступнее, теоретически становится больше склонность у бизнеса брать кредиты на развитие своего производства, у потребителей больше брать кредитов на потребление, это все в сумме вызывает рост инфляции, низкие ставки в экономике провоцируют разгон цен. И если страна с открытым рынком капитала, снижение ключевой ставки провоцирует ослабление курса национальной валюты. Соответственно, при повышении ключевой ставки идут все противоположные эффекты. Кредит становится менее доступным, люди меньше берут в кредит, меньше потребляют, больше сберегают, инфляция из-за этого подсыхает, из-за того, что потребительская активность сжимается, а валюта, наоборот, укрепляется, потому что сбережения в этой валюте становятся более доходными, сравнительно более доходными, чем они были до повышения ставки. Соответственно, спрос на такую валюту и на инструменты, как минимум, с фиксированной доходностью в такой валюте подрастает. Это теория. На практике все, конечно, намного сложнее, в разных странах свои нюансы. Например, в России очень сильно денежно-кредитная политика, а именно этим занимается Центральный банк любой страны, он проводит денежно-кредитную политику, и управление ставкой – это ключевой элемент денежно-кредитной политики. Есть еще разные способы ее проводить. Но тут мы сейчас только на ключевой ставке сконцентрируемся. Так вот, в России вот эта индикативная цена денег, которая становится в ключевой ставке, очень сильно искажается ставкой по доходности облигаций. Вот сейчас у нас, например, 7,5% – это ставка ЦБ. При этом доходность облигаций плюс-минус 10%. В государственных я говорю про ОФЗ, про облигации федерального займа. И получается, что если банк может заработать 10% годовых, купив ОФЗ, фактически без риска, в российских реалиях это, можно сказать, безрисковая ценная бумага, то даже если Центральный банк, например, Российской Федерации, в эту пятницу ставку опускает для необходимости простимулировать кредитование ниже, то коммерческий банк никогда не будет отказывать себе в желании заработать пару лишних процентных пунктов прибыли. Если, например, вложив в ОФЗ, он может заработать 10%, он не будет давать кредит дешевле этого, потому что ОФЗ – это фактически безрисковый заработок, а любой кредит, даже там какой-нибудь крупной госкомпании, все равно риск того, что эта компания с тобой не расплатится, выше, чем риск того, что с тобой не расплатится Минфин. Поэтому ставки на рынки облигаций очень сильно влияют на уровень кредита, на уровень доступности кредита, уровень кредитных ставок в экономике, и по большому счету те риски, которые есть в российской экономике, они учтены как раз в этой доходности облигаций. И снижая ставку, Банк России вряд ли сейчас, по крайней мере в текущих условиях, при такой стоимости, при такой доходности облигаций, вряд ли сейчас сильно бы разогнал экономику. Но, тем не менее, есть некоторые люди, которые ожидают, что ставка может быть все-таки снижена. Ведомости проводят традиционный свой опрос аналитиков, и какой-то консенсус определяют, что ждут аналитики. Вот они там с 20 экспертов опросили, и практически все 18 из 20 ждут, что ставка останется на прежнем уровне. Один допускает, что ее повысят на 50 байсных пунктов, а один не исключает повышение на 25 байсных пунктов. Почему вообще банк принимает, центральный банк принимает какое-то решение, куда эту двигаться, на что он смотрит? Главный ориентир в деятельности Банка России при принятии решения по ставке, только уж точно, это уровень текущей инфляции. И таргет, который ЦБ себе установил еще, когда Набиулина только пришла в 2013 году, по большому счету с 2014 года этот таргет постулируется нашим Банком России, это 4% в год, средний темп роста цен. И если есть риск, что из-за снижения ставки этот таргет может быть не достигнут, инфляция может подразогнаться, то ЦБ никогда ставку снижать не будет. Сейчас у нас что происходит? На текущий момент инфляция у нас придавленная, по крайней мере в апреле 2023 года, она ушла по итогам марта в район 3,5 год к году, а в апреле текущая инфляция даже ниже этого уровня. И, казалось бы, ЦБ должен бы ставку подснизить, ведь вон как у тебя 7,5 ключевая, а инфляция 3,5 или даже ниже. Но ЦБ вряд ли это сделает, и ЦБ пояснит, почему он это не сделает в своем сопроводительном комментарии к ставке. И Эльвира Набиулина на пресс-конференции после решения поставки тоже об этом много скажет, и вам об этом в пятницу много кто напишет, в том числе и в телеграм-канале. Сложный процент, не забывайте подписаться, там оперативно появляются все интересные новости. Я же сейчас попытаюсь разобраться, а что происходит с инфляцией. Почему Банк России не видит в текущих уровнях инфляции основания для снижения ставки. И мы так плавно переходим ко второй теме. Давайте просто опять же здесь по пункту пройдем. Что у нас с текущей инфляцией? По итогам марта год к году 3,51%. Это намного меньше годовые темпы инфляции, чем они были в январе или феврале. Там они были двузначны. Почему ЦБ не реагирует на это и не снижает ставку? Ну потому что ЦБ отлично понимает, что нынешний уровень инфляции это, так скажем, статистическое искажение. Мы сравниваем текущую инфляцию с тем, что происходило год назад. И если вспомнить, что происходило год назад, то март и апрель это период очень сильного разгона цен. Тогда инфляция зашкаливала, она превышала 15%. Но потом, с конца мая, начался, так скажем, процесс дезинфляции. То есть цены по-прежнему растут, но темпы их роста начинают сокращаться. То есть инфляция сжимается. Темпы инфляции сжимаются. И в общем, вот с конца мая, фактически по конец сентября, темпы инфляции в России были отрицательными. После резкого весеннего разгона цен, они сжимались. Это в первую очередь было вызвано тем, что рубль сильно укрепился. И импортеры, которые сильно подняли цены на свою продукцию весной, вынуждены были свои аппетиты сокращать. И цены поджимать вот с тех вот уровней, на которые они задрали цен. Как вообще Росстат меряет инфляцию? Есть целая методика, на сайте Росстата она подробно описана. Приведены формулы, выборки, все, города, товары. Но если там предельно упрощать, у Росстата есть специальные люди. В Росстате их называют счетчиками. И они с определенной периодичностью сами физически ногами ходят в разные офлайн-магазины. И в специальный планшет, по крайней мере в Москве это точно так, я видел своими глазами. Специальный планшет от Росстата со специальной программой вносят текущие показания по конкретным товарам, которые они отслеживают. Это то, почему, например, конкретно вот эти 3,51 год-году и получились у Росстата. Для еженедельных наблюдений корзины короче, там где-то 109 пунктов. Поэтому те темпы, которые каждую среду, темпы разгона инфляции или ее сокращения, которые каждую среду публикует Росстат, это немного по другой, по усушенной корзине меряет Росстат, но плюс-минус бьется все. Интересно посмотреть на независимое наблюдение. Много кто пытается, конечно, такую полную выборку. Фактически 280, кажется, населенных пунктов, городов и населенных пунктов Российской Федерации, где действуют счетчики Росстата. И вот эти сотни товаров и услуг. Никто, как Росстат, такой объем выборки не проводит. Но есть некоторые независимые исследования. Вот, например, одно из них, Александр Абрамов, профессор высшей школы экономики, уже давно сам лично в Ашане, видимо, недалеко от дома, меряет изменение цен на продукты питания. Вот, посмотрите, какая-нибудь табличка по итогам, фактически, середины второй половины апреля. Самый интересный столбец, прирост цен на 23 апреля 2023 года по сравнению со 2 марта 2022 года. И при резких, вот, вот, лук репчатый подорожал на, там, 222%, капуста белокочанная подешевела на 65%, дикие какие-то просто налеты и размания, но в среднем получаются те же самые 3,5%. Вот, бьется по вот такому, например, независимому наблюдению. Но люди в этом все равно не сильно верят. Я уверен, что большинство из вас тоже какие-то 3,5%, да, вон, как цены все выросли. Специально для этого, чтобы знать, что думают люди о росте цен, тот же самый фонд общественного мнения для Центрального банка ежемесячно проводит опросы по большому спектру направлений, но в том числе, и что вот в нашей данной теме нас больше интересует, спрашивают у людей, как им кажется, насколько все подорожало за последние 12 месяцев. Это называется наблюдаемая инфляция. И как людям кажется, насколько все подорожает через 12 месяцев, после того, как проводятся опросы. Это называется ожидаемая инфляция. И вот посмотрите, как с января 2021 года меняются вот эти вот показания наблюдаемой и ожидаемой народом инфляции. После пика в мае 2022 года наблюдаемая инфляция снижается. Да, люди признают, что темп рост цен сократился. Но мы видим, что начиная после марта 2023 года немножко развернулись, как бы наблюдаемая инфляция. Людям кажется, что цены чуть-чуть выше растут, чем еще оказалось в марте. Ожидаемая инфляция при этом по-прежнему держится уверенно выше 10%. Интересно вот в комментариях почитать, какая у вас наблюдаемая инфляция и какая у вас ожидаемая инфляция. Напомню, что Росстат наблюдает инфляцию вот сейчас, в апреле 2023 года, как в районе 3% год-года. Что вы скажете? Так сейчас главный вопрос, а что будет с инфляцией дальше? И почему ЦБ ставку не понижает, хотя сейчас инфляция по Росстату, и, как мы убедились, по некоторым независимым наблюдениям, действительно низкая? ЦБ ждет, что инфляция начнет разгоняться. Она разгоняться будет первой причиной. Это эффект базы. Показания инфляции за 2023 году в годовом выражении будут сравниваться с дезинфляционным периодом с июня по сентябрь. И на фоне сокращения цен, которые происходили в прошлом летом, в нынешнем году такого ожидать не приходится. В первую очередь потому, что вот этого фактора крепкого рубля и падения цен на импорт после их резкого взлета, такого уже не повторится. Вторая причина, которую ЦБ, по большому счету, сам де-факто признает, например, в своем апрельском докладе, о чем говорят тренды. Они пишут о том, что так называемый эффект переноса, ослабления валютного курса в цены, в рознице, еще не сработал. Обычно в старом режиме, когда Россия торговала со всем миром, ослабление рубля сказывалось на стоимости импорта с лагом в 1-2 месяца. Сейчас, когда логистические цепочки удлинились, усложнились, и то, что ты заказал, например, сейчас, приедет в лучшем случае через 4-5 месяцев, вот это еще нынешнее ослабление рубля, которое прошло с декабря по апрель на 30%, оно по большому счету еще в розничных ценах только начинает сказываться. Сейчас в основном в магазинах продают то, что было заказано при относительно крепком рубле, который стоил дешевле 70, долларе, относительно слабом отношении к рублю, который стоил дешевле 70 рублей за штуку. Еще есть дополнительные причины, на которые смотрит ЦБ, которые, так сказать, проинфляционными факторами их называют. Растут внешние издержки производства из-за того, что доступность инвестиционного импорта сокращается. Предприятию, например, нужно поменять станок. Как-то кто-то может уже это делать через каналы параллельного импорта, но станок дороже, может быть, чуть хуже, потому что у него нет сервисного обслуживания. Плюс Банк России полагает, что санкционные ужесточения будут появляться в ближайшие месяцы, и какие-то текущие налаженные каналы серого импорта западным странам удастся перекрыть. В общем, все это, так скажем, фактор, который будет повышать стоимость производства, а значит, издержки производителей должны будут перекладывать в цены. Есть еще и рост внутренних издержек производства из-за того, что растут зарплаты. Из-за нехватки персонала, из-за, так скажем, низкой безработицы кадрового кризиса предприятия вынуждены увеличивать зарплаты как минимум квалифицированным сотрудникам, чтобы их удержать. И этот рост расходов на фонд оплаты труда, они вынуждены компенсировать с увеличением цен на свою продукцию. Ну и еще можно, как и проинфляционные факторы, отметить наметившийся в марте рост потребительского кредитования. Отдельный вопрос, на что люди брали кредиты. Кто-то полагает, что в основном они брали не на потребление, а на рефинансирование старых кредитов. Окей. Но, тем не менее, этот фактор ЦБ не может сбрасывать со счетов, особенно на фоне того, что рост депозитной базы тормозит. То есть, люди начинают менять свое поведение со сберегательного на чуть более активизировать свое потребление, так скажем. В общем, давайте завершать эту тему. Мы видим, что проинфляционные факторы сейчас в изобилии. ЦБ, скорее всего, это будет констатировать и в сопроводительном документе, и Эльвира Набиулина словами это проговорили на пресс-конференции. Пока ЦБ ждет, что инфляция по итогам года будет в районе 6%, у них такой коридор 5-7, в таком коридоре 5 не дают. Минэк, напомню, тему прошлой недели, ожидает 5,3 по итогам года. Люди, как мы видим, считают, что, по крайней мере, ожидаемая инфляция ниже 10% через год у них не опускается. Давайте я вас спрошу, а вы к чему склоняетесь? Как вам кажется, какая будет инфляция по итогам года? Ну, то есть, грубо говоря, спрошу вас с ЦБшным языком, какие у вас инфляционные ожидания? Пишите, пожалуйста, свои ответы в комментариях и не забывайте подписываться на наш Телеграм-канал. Сложный процент, там вы найдете намного больше новостей, отчеты компании, интересную инфографику, много-много-много того, чего здесь, на Ютьюбе, так часто, как в Телеграме, делать нельзя. И на этом у меня на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и до встречи через неделю.